Кабуся, посмотри на меня. Эй, тебе не холодно? Не, зайчик, у меня нет конфет. Боже, какой ветер. Минус 15. Холодно. Идем сейчас еще заберем петушку. Ужасный ветер. И побежим домой. Да. Да. Кабуся такая смешная. Это знаешь, Габи, что это девочка с дожкой в классе учится? Я очень люблю. Ты ее любишь? Я люблю. Ты ее обнимала сегодня? Да. Вы смешные. Сейчас снимите маму, покажите, какая мама одета. Я одета. Я одета. Она работает? Да. Ты там видео снимаешь? Да, я одета. Видно, как я одета? Да. И ботинки еще? Да. Да, классно. Все. Это принесли сегодня нам дали репорт-карт с школы. Это беля четвертные за четверть, чтобы мы посмотрели, как наши детки прогрессируют с начала учебного года. Перед встречей, у нас в пятницу встреча с учителем, у нас P.A. Day, Professional Activity Day. И это день, когда мы встречаемся с учителем, ну, в данный момент, и обсуждаем достижения наших детей. Вот, Габуля принесла свои достижения здесь. Твой литл нейм. Твой литл нейм. Габи, твой шорт нейм. Это шорт нейм. Габи, давай я не буду сейчас твоими работами закрывать всю доску напоминаний. Иду, не надо читать. Это ее. Ты твое принес, зайчик? Габи, подожди, да, разобраться, зайчик? И Дошкина. Сейчас я почитаю. Только один листочек. А, я смотрю. Кажется, что спала глаз. Ну, это не час. Тут есть и оценки, и все. Мы будем читать. Будем читать, смотреть, готовиться к встрече с учителем. Тогда мне сюда, это для мамочки. Так. Все, пришли мои детки. Вот, все готовим уже. Готовимся. Прибираемся. Все разбираем и прибираем. Не, Идушечка, ну, ты можешь почитать, да. Тебе полезно будет знать про свой прогресс в школе. Идушечка, ну, это все твои были слабые стороны. Ну, ты молодец. Я тобой горжусь, Идушенька. Папа прочитает, он будет очень тоже рад это увидеть. Ну, отлично, отлично. Так. А сейчас намерзлась я в шапке. Вся, увидели, как я одета. Голосочек, конечно. Короче, сейчас, как всегда, кофеечек. Отдохнувчик. И опять за работу. Так, наш ужин тут готовится. Сегодня у нас будет просто картошка в мундирах. Мы доедаем гороховый суп. Картошки с мундирами. У нас тут будут палочки куриные. Так. Мы с Габуськой тут сидим. И играем. То есть она складывает. Вот этот конструктор еще и Дошке. Его в пять лет подарили. Он его отыграл. Нет, Габуля, в середине ничего не надо ставить. Подожди, что там? Что там? Пока что ничего, значит, не ставь. Потому что, может, тебе нужно вот здесь будет поставить. Большой кружочек. Сначала положи то, что есть. То, чего нету, мы это вот. Колесики поставь там. Ну, это такая хорошая игра. Я даже думаю, что... Ну, это как раз пять плюс. Это такая игра. Супер Майнд. Кипинский. Вот, Эйдж. С пяти до девяти лет. Да, ты можешь... До завтрашнего дня. И Доша, ты можешь это еще делать. Да, это вот почему, когда покупаешь качественные игрушки... Ну, мы не покупали это по древнему день рождения. Мама, 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 я делаю это. Почему покупать хорошо вот хорошие, качественные конструкторы игры? Потому что это такие. Одна из дорогих. Потом, если как бы вы покупаете старшему ребенку, это потом передается второму ребенку и третьему. И так дальше. Думай. Сначала подумай. Big pieces. Сначала думай big pieces. То, что ты видишь точно, какие есть парц. А потом уже добавишь. Молодец. Молодец. Умничка. Только ровненько ставь, зайка. No crazy. No crazy. Вот, а мне еще сегодня ехать, я уже замученная, конечно, вечер. Мне сегодня еще в магазин ехать. И уже с машины я свяжусь с вами. Когда сяду в машину, но говорю, куда мы едем. И зачем. И так, друзья. Идет снег. Слава богу, у нас помененные колеса уже. Мы поменяли колеса. Which is really nice. И я в полном снегу выезжаю. Куда я выезжаю? Я выезжаю в Ями Маркет. Извините. Я постараюсь, конечно, так сделать, чтобы было хорошо видно. Во время моей поездки. Вот. Так. Дорога, конечно, слава богу, как говорится, что у нас колеса. Поэтому нам ничего не страшно. Как вы можете видеть, какие-то дома уже украшенные стоят. Елочки. Около домов. Вот. Или многие украшают, знаете, вот эти столбики, которые... Такие столбцы у крыльца. Их тоже обкручивают красиво. О, что ж оно так шумит. Обкручивают такой... Фонариками. Так, вы знаете, мне тяжело говорить и везти машину по той причине, что очень снег вот так вот прям рубит в стекло. Значит так. Хоть и снег нам рубит в лобовое стекло, но нам это не помеха. Потому что сейчас я направляюсь в библиотеку. Значит, в библиотеке мне нужно забрать. Дожки игру привезли, которую он ждал два месяца. И как раз это будет сюрприз к его завтрашнему дню рождения. Что я наконец-то все-таки добралась и забрала. Он говорит, мам, ну когда ты уже заберешь игру, поедешь? Ну ее дали-то всего два дня назад, поставили на полку ожидания. Вот. Так что я ему не напоминала. Он тоже уже забыл походу. И завтра ему будет сюрприз, что я уже забрала диск. Знаете, так сложно ехать. Вы видите, какой снег валит? Такие просто хлопья летят. Я не знаю, но я сейчас как будто в это... В звездных войнах прямо. Звездочет прямо, понимаете, а не водитель машины. Еще почему так приключилось? Не очень хорошо смывает вот эти дворники. Потому что мы с Костей сделали. Я вам рассказываю. Потому что, ну, как бы я дала глупый совет. Костя послушал впервые в жизни. Он очень редко, да, когда вообще мужчина слушает свою женщину. Ну, так же и меня, мой муж, он редко когда меня слушает. И вот тут он меня послушал. И оказалось, что лучше бы он этого не делал. Почему? Значит, как раз, когда вот передали, что уже начинаются прохладные такие похолодания. Он говорит, надо поменять на антифриз. И я говорю, да, конечно, поменяй. Он говорит, я пойду солью воду. Там немного воды осталось еще, значит, в этом бачке. Он говорит, я пойду схожу поменяю. Солью ее и залью антифриз. Я говорю, а зачем ее менять? Я говорю, когда антифриз попадает в воду, то уже вода как бы нормальная. Ей можно мыть. То есть она уже не антифризовая. То есть она смешалась с антифризом. И все, там воды чуть-чуть у него было буквально. Вот. Ну, в общем, короче, он залил. И сегодня едет. Впервые за все это время, а залили мы уже достаточно давно, недельки-две назад. Он решил, значит, промыть. Что-то ехал по дороге с работы. И была сухая, не было ни снега, ничего. И он решил, ну, сполоснуть. Окна были немножко в пыли, в каких-то там крошках. Вот. Решил сполоснуть. Он включает. А он уже едет, ну, не на трассе еще, но такая как бы она скоростная дорога. Ну, медленно все ехали, потому что уже трафик был такой достаточно тяжелый. Вот. Мы в библиотечку подъезжаем. Обратите внимание, на улице машин почти не едут. Но уже с работы все повозвращались, потому что сейчас время уже на самом деле полвосьмого. Вот. В общем, короче, он включает. Промыть. Немножко себе стекло. И что вы думаете? И сразу вся вода замерзла, потому что на улице минус 10. Вода сразу замерзла. И он, бляха, не видит, куда едет. Вы представляете, какой кошмар? Он мне... А я с ним в этот момент говорю по телефону. Он говорит, что ты мне порекомендовала? Я не вижу, куда ехать. Я говорю, быстро съезжай в сторону. Короче, он отъехал, быстро включил обогреватель на стекло. Быстро включил обогреватель на стекло. И, слава богу, оно растаяло. Я говорю, больше не включай. Так сейчас у нас цель. Ну, сейчас идет снег, поэтому ничего не нужно включать. Мы будем просто аккуратно промывать, тихонечко, аккуратно ехать. Сейчас приеду домой. Мы сольем эту воду. И зальем уже чистый антифриз. Так что не мешайте антифриз с водой. Потому что от этого он не станет антифризом. Хотя почему-то я думала, что если даже капля антифриза попадает в воду, то вся вода уже становится антифризовой. Ну, не важно. В общем, короче, my bad, как говорится. Так что вам такой вот совет. Я побежала в библиотеку, а потом мы едем с вами в Ями-маркет за тортиком. Для завтрашнего и Дошкиного дня рождения нам на ужин покушать. Я какой-то куплю маленький, небольшой. И мне нужно будет взять колбаски, там нарезать на оливьешку в пятницу. К маминому приезду. Все, побежала. Так, я все закончила. Тут Долларама, тут же рядом Ями-маркет. Я рада, потому что я, в общем-то, сделала все, что планировала. Сейчас вспомнила, правда, что не купила цифру 10 на воскресенье. Но завтра будет без 10. Завтра у меня есть просто дома свечечки. Надеюсь, что их 10 штук. Ну, такие, одиначечки. Надеюсь, что их 10 штук. Я их вставлю в киевский тортик, маленький, который я взяла. Потому что будет тортик, который мы будем есть в воскресенье, покупать с детками. Взяла колбаску на оливье. Взяла мелочевку всякую в Доллараме для Идоши. И еду домой. Я быстро справилась, 8.30. Все, пока. Увидимся, когда буду все наряжать. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»